Модернизация очистных сооружений и 2 миллиарда на развитие туристической инфраструктуры. Губернатор Дмитрий Миронов сегодня с рабочей поездкой побывал в Ростовском и Борисоглебском районах. Нина Колтина о ключевых поручениях главы региона данных в ходе визита. В Ростове планируют модернизировать очистные сооружения. Такое поручение губернатор Дмитрий Миронов сегодня дал региональному правительству в рамках рабочей поездки по району. Напомню, вопрос встал ребром этой весной, когда в водозабор попали навозные стоки и очистные сооружения с этим не справлялись. В итоге вода в кранах горожан стала непригодна для использования. Сегодня Дмитрий Миронов побывал на станции Южного водоканала. Именно здесь происходит первичная очистка воды, поступающей из реки Устье. Комплекс был построен по проекту 70-х годов прошлого века. 10 лет не проводилось капитальных ремонтов, оборудование износилось. На сегодняшнее выездное совещание у нас вынесен вопрос, который касается повседневной жизни порядка 35 тысяч человек, которые проживают в Ростове, поселке Ишне, Белогостице. Мы посмотрели и оценили состояние водопроводных очистных сооружений, и ситуация на сегодняшний момент близка к критической. Первым делом необходим ремонт устройств для обесцвечивания воды. Сейчас работает только половина из них. Ориентировочная стоимость работ порядка 200 миллионов. В дальнейшем необходима полная реконструкция очистных сооружений. Развивать планируют и туристическую инфраструктуру Ростова. До конца 2019 года здесь реконструируют Соборную площадь и улицу Каменный мост. 50 миллионов Ростов получит как победитель всероссийского конкурса Минстроя. Власти рассчитывают получить дополнительно около 2 миллиардов рублей из небюджетных источников. Сегодня Дмитрию Миронову представили план работы. Это является сердцем Ростова. И в первую очередь в преобразованиях заинтересованы горожане ростовцы. Скажите, Алексей Дмитриевич, а как общественность отнеслась к проекту? Данный проект проводился, естественно, учитывалось мнение населения, проводились встречи, обсуждения. И выбрана была именно реконструкция Соборной площади. В Ростовском районе, в Ростовском районе, в Ростовском районе, мы еще такую качественную, современную работу провели. Потому что мы подавали 7 городов, а из них 4 победила. И Ростов там был 9 миллионов. Такая слаженная работа. Это в целом говорит об отношении руководителей. Если руководитель работает сам, комплексно, инициативно, а не с подходом. Побывал Дмитрий Миронов в поселке Борисоглебском. Там по поручению губернатора будет отремонтирован спортивный зал, который находится в пристройке к местному ДК. Помещение не ремонтировалось 30 лет. Из-за этого Дом культуры не может получить лицензию на работу с детьми. Зал в районе один-единственный такой, который как бы под всем стандартам соответствует. То есть можно проводить и мини-футбол, и волейбол, и баскетбол. Также принимать ГТО. Митсаныч, я прошу проработать вопрос. Давайте мы найдем средства для ремонта этого спортивного зала. Для того, чтобы он был приведен в нормативное состояние, отлицензирован. В День защиты детей Дмитрий Миронов посетил социальный реабилитационный центр «Искорка» в селе Вощажниково. Учреждение нуждается в новой мебели. Губернатор поручил выделить деньги на закупку. Дмитрий Миронов также пообщался с воспитанниками и педагогами, и вручил подарки, настольные игры и сертификат на приобретение мебели. Нина Колусина, Михаил Орлов. Новости города.